о том, что в Америке вообще фармацевтические компании контролируют и заказывают контент не только на телевидении, но и даже в кино. Я потом поделюсь ссылкой на очень интересное интервью. Те, кто говорит на английском, могут посмотреть. Которое удалялось и удалялось, 200 раз удалялось. Миллионы людей посмотрели его за пару дней. Одного каскадера, который работал на площадках всех культовых фильмов от Спайдермена, ну уж не будем перечислять, и всех остальных. И он рассказывал о том, как, работая там, кружась во всей, вообще снимался во всех фильмах, все практически сцены с трюками были сняты с ним. И он рассказывает, как в этой индустрии приходят и заказывают, в принципе, любой контент в фильмах, в программах, в новостях и так далее. Но это я сейчас далеко ушла. Просто хочется как можно больше сказать, но хочется также, чтобы вы понимали, откуда идет контент. То есть, если человек не углубляется, если он не доктор, то это не говорит о том, что он не может не знать. И вот я поставила кусочек интервью сегодня, на английском языке тоже кто-то написал. Вот он же футболист бывший. Если человек футболист, это не говорит о том, что это недумающий человек и не читающий литературу, как, в принципе, любой другой, кто может изучать одну профессию, по сути, может интересоваться различными вопросами. Так вот, для меня я интуитивно ощущала, что есть что-то вот нечистое в этом коронавирусе, в этой пандемии, в этом карантине и во всем вот в этом. То есть, сейчас, изучая этот вопрос, получается, все ярче и ярче ты видишь картину, которая начинает проявляться, что за этим стоит чуть больше, чем просто какой-то случайный вирус, который вылетел. Да, вирус существует, да, он есть, но, посмотрев вот это интервью, как вы говорите, футболиста, посмотрев интервью, двух с половиной часовой интервью, где было сказано о том, что, по сути, есть наблюдение. Кстати, сейчас есть такой фильм, вышел на ютюбе, называется «Разоблачение коронавируса», по-моему, на русском. Там, по сути, говорится примерно то же самое. Вот. И говорится о том, что нужно было создать какой-то вирус, вирус, который был бы похож на, симптомы которого были бы похожи на простуду обычную. Почему? Потому что тогда можно было бы навести как можно больше гнёта и страху на людей, потому что кто-то за углом чихнул, и, соответственно, сразу уже «О, коронавирус, коронавирус». И таким образом можно было бы людей запереть дома, запугать. И потом, как следствие, чуть позже, сразу же мне пришла идея, манится, не даст соврать, когда только-только это всё началось, объявили пандемию, говорю, сейчас, манится, подожди, пройдёт полгода, год, скажут, нашли вакцину, давайте всех прививать. И все побегут, миллион людей побегут прививаться. Но тогда я ещё не знала, что скрывается вообще, и какие вообще. Я тогда вообще ещё не знала. Я только узнала два дня назад, когда посмотрела интервью как раз этой Екатерины с Робертом Кеннеди, где он рассказывает, как были рассекречены огромное количество документов. Из этой Екатерины мы делаем интервью. Я попросила, она согласилась. Я очень признательна и благодарна ей. На следующей неделе я сейчас сделала анонс у себя в сторис, чтобы вы писали ваши вопросы, которые вас интересуют. Потом я захожу к Екатерине сегодня, когда освободилась. Вот буквально полчаса назад, пока готовила этот ужин себе, захожу к ней на страницу и смотрю, у неё написано ещё в апреле 2019 года посты по поводу связи 5G, которые сейчас тоже меня очень сильно интересуют, как человека, который не проходит мимо. Я считаю, что гражданская ответственность за не только лежит, вообще ответственность каждого человека из нас лежит на том, что будет происходить дальше с нашими детьми, с нашим поколением, с нашей природой, с нашими животными, с нашим миром в будущем. Поэтому, когда я услышала про это 5G, про связь с тогдашим мельком, несколько месяцев назад, я как-то ещё это всё не сопоставляла вместе, потом поняла, что сейчас понимаю, что вакцины пропагандирует Билл Гейтс, 5G пропагандирует Билл Гейтс, фонд Билл Гейтса как раз-таки и спонсирует, и, я так понимаю, его Всемирная организация здравоохранения является как раз-таки организацией Билл Гейтса, и всё ведёт к Билл Гейтсу. И потом, значит, смотришь и туда, и Зукерберг, и все вот эти вот, которые, вот страшные истории сейчас происходят с детьми, которых там в заточении держали тысячами, как-то использовали для того, чтобы их кровь найти, для того, чтобы омолаживаться, какие-то страшенные вещи. Вот, и сейчас буквально вот посмотрела у Кати Сторис, что Роберт Кеннеди у себя на странице поставил, как, я уж точно не могу сказать, кто это была за дама, но там их три человека, а все они как бы под, я так понимаю, Билл Гейтсом и всей вот этой вот ассоциацией, где она проговорилась в прямом эфире о том, что, в прямом эфире на CNN, о том, что да, сейчас карантин довольно-таки, а Гейтса называют Гейтс, то есть, как бы, его называют, как сказать, его вот эти ассоциации и все его фонды называют Гейтс, то есть, она говорит, что вот, да, карантин сейчас очень строго, строго вели карантин, и Гейтс, ой, федеральный, то есть, она проговорила сначала, сказала Гейтс, потом такая, ой, нет, типа, сама себя поправила, такая, типа, наше правительство, типа, сказал, чтобы карантин был серьезный. То есть, получается, что это все спонсируется, потому что Гейтс рассказывал на Эллен-шоу недавно, что он 100 миллионов долларов пожертвовал, что он отдал их на то, чтобы вакцины изобрести, людей спасти, который, повторюсь, я уже это говорила, на штолк-шоу, есть такое шоу, называется TED, T-E-D, мы, наверное, видели, в интернете, в Ютубе есть, вот он выступал два года назад, я там говорил о том, что самый страшный большой враг для человечества, а я, как человек телевизионный, знаю, как это работает, сначала это называется закидушка, удочка, ты кидаешь удочку для того, чтобы эта информация села, как семя в голове, а потом взросло, и ты говоришь, да, точно, говорил же, вот, вот он же предупреждал два года назад, а он знает уже на несколько ходов вперед о том, что сейчас надо закидушку сделать по поводу вакцинации, вакцинации, потом через два года типа пандемия придет, и он был настолько умен, не они там это все создали в лабораториях, распределили, я так понимаю, что, может быть, даже распространили, как говорится в этом фильме на Ютубе о разоблачении коронавируса, что именно почему в Юханьске вот этот город было решено завести, может быть, эту рыбу, которая была заражена, неизвестно, как они ее съели, там, летучая ли мышь, ли рыба, ли это было, и оттуда это все распространится по всему миру буквально в считанные месяцы, и, соответственно, он закидывает эту удочку еще два года назад на этом спиче ТЭД, и говорит о том, что самый большой враг человечества сегодня, это уже не, как он говорил, даже ядерное оружие, а это вирусы, и вот, соответственно, что происходит сейчас, сейчас начнутся, найдут вакцину через полгода-год, я не знаю, кто за, кто против, я уже не знаю, кому верить, кому не верить, я честно не знаю, я понятия не имею, Россия за, вовлечена она, не вовлечена, я понятия не имею, правда, но я считаю, что то, что мы сейчас слышим и видим, мы должны задуматься на этот счет и рассказать это каждому, не одному человеку, а пяти, как этот вирус распространяется, с такой же вирусной информацией, мы должны распространить эту информацию для всех, потому что неизвестно, кто вовлечен в это, и какие будут последствия для наших детей, для нашего поколения и для нашей вообще природы и планеты в целом, повторюсь. Поэтому начинаю быть эмоциональной, сейчас я немножко calm down, вот, я просто про что? Про то, что сейчас найдут вакцину, которая будет обязательной к вакцинации, да, получается, что скажут, ага, смотри, мы тебя на работу не возьмем, потому что коронавирус. Так вот, вчера смотрела два с половиной часа интервью этого человека, который рассказывает, что уже точно сейчас не вспомним, информации очень много в голове, в 80-х годах, что ли, изучали тоже этот коронавирус, который присутствовал и был давным-давно, он есть практически у каждого, если захочешь найти его, и так и так найдешь. И сейчас, уж я про 5G попозже скажу, и вот это изучение, вот эти вот studies, как они называются, ну, по-русски, мы поняли, просто на английском смотрела, когда переводишь, я же не переводчик, у меня мозг взрывается. Вот эти исследования, которые они делали, говорят о том, что, в принципе, если у человека иммунитет под стрессом снижается, а стресс какой, запугивают, у тебя стресс, кто-то чихнул, все, коронавирус, людей штабелями падали, где вы видели, нахрен, извиняюсь за выражение, чтобы кто-то, сука, упал штабелем, блядь, вот так вот, как они падали в самом начале, показывали в Китае, помните, первые самые по телевизору страшные кадры, люди вот так падали, типа, где мы хотя бы раз видели сейчас, чтобы кто-то от коронавируса вот так штабелями падал, у людей там температуру поднимают, но никто штабелями, блядь, не падает, понимаете, нет? То есть это надо было нагнести страх, нагнести, нагнести, нагнили. Потом сейчас нужно что сделать? Запугать людей, запугали, домой посадили, разъединили людей, разъединили, чтобы было ощущение, что что-то страшное происходит. А экономический кризис страшнейший, который будет еще осенью, это сейчас только начало, подождите. Люди теряют работу, людям нечего жрать, люди агрессируют, люди становятся напуганными. А это все делается для того, чтобы нагнетать эту обстановку. А потом, ха-а-а, у нас есть, мы нашли вакцину! И все бегут, как идиоты, колоть себе вакцину. Потом, чип-чип-чипы, слышали, да, это делает, как это по-русски, опять же, говорится? Короче, буду чипировать людей, чтобы потом, я не знаю, под каким соусом, под каким предлогом, хрен знает, что с этой вакциной еще введут. Потому что, скорее всего, может быть, уже эти микро-нано-чипы, которые там, они милликронные, вот такие, могут быть уже и введены людям. Потом, значит, происходит следующее. Это все делает Билл Гейтс, это все его организации, все вложено огромное количество денег, потому что огромное количество перенаселения. И он ни в одном интервью говорит о том, что слишком много людей, о том, что как бы нужно как-то редюс, да, сокращать популяцию. Вот. А кому нужны здоровые люди, никому не нужны. Их организации, которые там, вот как раз Роберт Кеннеди, с которым разговаривала Катя, у которой у нас будет интервью на следующей неделе, в среду, в четверг, мы еще не договоримся. Она, когда с ним разговаривала, очень много было найдено, по сути, от ВИЧ, от СПИДа, от рака, лекарств. И они были найдены, но либо люди погибали, либо там еще что-то происходило. Никому это не выгодно. Живое здоровое общество, оно не выгодно никому. Поэтому те, кто находил, либо бесследно пропадал, либо там, я не знаю, это все в конце в воду. И об этом говорят люди, понимаете, это не я даже говорю. Это говорят люди, которые имеют доступ к огромному количеству первых лиц информации и так далее. Я только лишь ретранслирую вам то, что я слышу, то, что я сама читаю, то, что я изучаю, потому что безумно интересно. Так вот, с этой вакциной ведут вам вакцину, потом чипы вставят, потом, значит, везде начинает вот эта 5G-связь сейчас. Микроволновая устанавливаться. Что такое вот эта 5G-микроволновая связь? Получается, что она, ее лучи более короткие, связь в интернете будет на 100, в 100 раз, типа, выше, да, чем сейчас 4G. И будет запущено херово количество спутников на орбиту, которые нужно будет чинить каждые 5 лет. То есть примерно, да. То есть засрана будет не только природа, орбита, кислород будет сжигаться в огромном количестве, но и еще, как влияют эти волны на человека, и будут ли вообще возможны потом беременности у людей, неизвестно, потому что неизвестно, сможет ли потом женщина забеременеть, сможет ли мужчина, живя вокруг вот этой микроволновой херни, быть как бы, как это сказать-то, ну, то есть, плодным, бесплодным, я не знаю, как это называется у мужчины, когда женщина бесплодна, а мужчина как это называется? Неважно, вы понимаете, да, то есть может ли он вообще как бы так же, как и женщина имеет детей? И как хрен знает, как начнет сокращаться это все. Но вот это опять же история, которую опять же, я так понимаю, все идет тоже оттуда, с этими Билл Гейтсами и так далее, имеет возможность влиять на здоровье людей через эти чипы. Получается, что ты контролируем даже до такой степени, что можно будет контролировать чуть ли не давление твоей крови и органы, влияние на это. Потом то, что ты подумал, и то, что ты хочешь купить, тебе уже будет предлагаться тут же для того, чтобы, ну, то есть, куда это все ведет, это полный пиздец настоящий. Вот, если это все собрать, я сейчас потихонечку собираю эту информацию, посмотрим, вот Екатерина нам очень много чего интересного расскажет, потому что когда я к ней обратилась, я обратилась к ней по вопросу вакцинации. Я даже не знала, что написала про 5G, еще год назад, я только сейчас это увидела, и по поводу чипирования людей. Так вот, я теперь говорю, к чему это все. К тому, что вся эта история напоминает, везде, кстати, заметьте, в Америке, в Калифорнии, в Нью-Йорке, это из знакомых, кто говорил, у нас в Москве видели, как БТРовские, там какие-то чуть ли не машины, танки чуть ли не выходили, да, и военную технику сгоняли, сейчас видео ходят, как людей там, кто от 200 метров от дома отошел больше, запихивают женщину, я видела, мама мне присылала, я думала сначала, что мама, только не поняла, в милицейскую машину, потому что женщина без бумажки вышла на улицу, ну, то есть какой-то вот такой вот чисто клоунада получается такая, женщина с маской вышла, но что самое интересное, вот это интервью, которое вчера смотрела, там говорится, я поставила ссылку на это интервью, оно есть у меня в сторис, какого хрена людей вот таким образом не разрешают им гулять на улице в парках, потому что ни один вирус не летает в воздухе дальше, чем на 3 метра, то есть если бы люди, да, допустим, для чего им сидеть дома при этом, я понимаю, не ходить в общественные места, но если человек вышел подышать воздухом, да, или вот допустим, мы можем пойти на пробежку здесь во Франции, я должна подписать бумагу, заполнить бумагу о том, что я выхожу, у меня есть ровно час на пробежку, и я могу бежать, сколько я захочу километров, сколько у меня выдержит нагрузка, но за час я должна вернуться домой, ну мы бы русские, как сделали, мы бы заполнили две бумаги, одну в один карман, другую в другой карман, поставили третью в третий карман, и так бы мы могли выходить на три часа, потому что мы русские, но, конечно, французы не догадываются, но дело не в этом, дело в том, что нагнетение происходит с такой силой, что сейчас это все ведет к тому, что вот эта хрень, я не знаю, кем она там заварена, и кто там под ней, и кто над ней, и кто в ней, и кто с ней, непонятно, но информация очень много интересных ходит по интернету, и я хочу, чтобы вы начали слушать, прислушиваться и задумываться, потому что нигде, кроме как о пользе 5G связи не говорят, никто не говорит, тестировалось ли это на людях или нет, а там, где эти 5G спутники, антенны уже стоят, по крайней мере, вот те деревья, даже на которых они стояли, там некоторое время были прикреплены, начали мутировать, деревья, птицы начали погибать, пчелы мрут, осы мрут, вы понимаете, я не знаю, связано это с этим или не связано, но если сейчас будут установлены, охреново куча этих всех вышек, и они будут на каждой остановке, на каждом, по-моему, даже в технику будут встраивать ее, чтобы был беспроводной вот этот интернет, вот вы купите в будущем микроволновку, там не даже микроволновку, там видеоплеер, телевизор, телефон, не знаю, там любую электронную вещь, и в ней уже будет встроен вот этот вот передатчик этих микроволновых спутников, как бы антенн. Короче, есть на сайте Центрального разведывательного управления CRA документ, который был рассекречен в том году, в этом документе говорится, на сайте ЦРУ говорится об исследовании советского ученого, советским ученым, а я доверяю, я считаю, что в советское время у нас ученые были не как сейчас, когда можно там, и вообще непонятно, они изучают только то, что нужно, или только то, что можно говорить, и советский ученый изучал вопрос о воздействии микроволновых вот этих волн на здоровье человека, и ничего хорошего, как вы можете представить, в этом нет, а если этим будет прошиты все города, прошиты все улицы, все мегаполисы, я не знаю, даже может быть и маленькие города, и плюс будет запускаться все время в спутнике на орбиту, представляете, что будет сразу так, вот как это правильно я говорила, вот этот Валли, мультик, который был Валли, Валли, Оскар получил, вот это мультик будущего, запомните раз и навсегда, мы будем молиться Богу о том, чтобы наши дни вернулись, как мы жили раньше, то есть как мы жили сейчас два месяца назад, и все были недовольны, чем-то все были недовольны, будем молить Бога и ждать, Боже, как мы, оказывается, хорошо раньше когда-то жили, потому что то, что сейчас происходит, то, что к чему это все ведет, это просто страшно предстать, и я это говорю не для того, чтобы кого-то напугать, я это не говорю не для того, чтобы людям там какую-то сейчас панику создать, наоборот, вас пугают для того, чтобы потом научиться вами управлять, и сейчас очень важно каждому задуматься о том, что в наших руках сделать так, чтобы этого не произошло, есть петиция, я так понимаю, я, правда, ее не подписывала, не знаю, но есть петиция по-против, которая составлена учеными, на секундочку учеными, это не я придумала, которые написали большой документ на 22 страницы о том, как влияет технология 5G на живой организм, не только человека, но природы, растений и всего остального, вот, даже, по-моему, даже, по-моему, кислород сжигается, то есть там потепление атмосферы на 3 градуса ожидается, ну, то есть там полный пипец творится, и вот эта петиция, которая есть, я не знаю, мы должны каждый взять на себя ответственность, и за то, что происходит, и не то, что думать, моя хата с краю, там, это все пройдет мимо меня, да ладно, я сейчас здесь ни при чем, нет, а каждый взять, изучить свою, не то, что изучить, а знать свою гражданскую позицию, свою, свои права гражданские, и отстаивать свои интересы, интересы себя и своих детей, для того, чтобы не допустить, чтобы какая-то там, я даже не могу назвать их элитой, хуэлита, по-другому не скажешь, делала так, как им хочется, и как они считают нужным, чтобы было, мы, наша земля, наша планета, наш мир принадлежит каждому из нас, как и ресурсы всей планеты, принадлежат каждому человеку, на самом-то деле, об этом еще говорил Жак Фреско, с которым я вас знакомила много, давно-давно, он говорит, что если бы была бы не, если бы экономика, если бы экономика была бы ресурсно ориентированной, а не денежно ориентированной, то каждый человек имеет право вообще в целом на все на это, на каждый ресурс, который принадлежит нам, нашей земле, а не каким-то вот таким вот, я даже не знаю, как говорить, гоблинам, которые там, я не знаю, мне кажется, действительно являются сатанистами, я лично так думаю уже, что это нездоровые люди, если они используют маленьких детей, их кровь для того, чтобы там омолаживать свои дряблые тела, я не знаю, это просто у меня, как у матери, и как у женщины, вообще не укладывается в голове, это вкратце о том, что на кону сегодня стоит, и о том, что в принципе, о чем важно задуматься, вот, и я бы на вашем месте, я знаю, что у меня очень много думающей аудитории, я знаю, что очень много аудитории, та, которая соображает, думает, и поэтому я обращаюсь к вам, и я очень рада, что у меня такая аудитория, я знаю, что такой аудитории гораздо больше, а тех, у кого сейчас в мозгах сопротивление тому, что я говорю, как, типа, что за чепуха, что за бред, у вас, задумайтесь, я сейчас говорю вам, как родной, близкий человек, который вас любит, у вас срабатывает, и это не обидное слово, и я не хочу сейчас вас обидеть, это научно доказанный факт, у вас срабатывает примитивный мозг, потому что, когда с чем-то человек не согласен, у него именно срабатывает примитивный мозг, и вырабатывается такая химическая реакция, как если бы на вас налетали с ножом, или, я не знаю, вот такая же химия в мозгах вырабатывается, Потому что, когда информация, с которой ты не согласна, пойди прочитай, изучи, сделай свой вывод, а не отмахивайся и не говори о том, что это за бред. Вот, поэтому, я думаю, это важно задуматься каждому из нас, если вы действительно считаете, что важно, что в нашей жизни происходит, и важно, что будет происходить. С Катей вас познакомлю на следующей неделе. Ссылки на интервью у меня до сих пор висят, вы что-то особо там не смотрите. Теперь я включаю комментарии, и если у вас есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Но я считаю, что дело попахивает керосином. И что, когда я говорила ещё тогда, что попахивает на заговор, это попахивает на какой-то заговор. И причём на такой мощный заговор. Интуитивно это чувствую. Уж не буду говорить о том, что у меня были видения очень серьёзные в последних медитациях, мощнейшие, которые показывали мне о том, что просто дьявольская сила съедает нашу планету. Дьявольская просто. И оно вот сейчас это всё подтверждается. И мы не должны дать этой дьявольской конченной силе сожрать всё это. Так что, ребят, мой посыл, я надеюсь, вам понятен. И вы тоже изучаете этот вопрос. Молчать об этом не нужно. Об этом нужно говорить, об этом нужно кричать, об этом нужно изучать. Мы с вами мощная нация. Русские люди отличаются очень сильно от китайцев, которыми можно управлять. Сказали им направо, как тараканы пошли направо или налево. Нет. Не американцы, которые там так сделали и сели дома, испугались. Мы не такая нация. Мы очень сильно отличаемся от всех по одной простой причине, потому что мы в этом стрессе. Мы пережили столько, сколько не пережил ни один народ. Ни европейцы, ни запады никакой. Им даже не снилось то, что переживаем мы из поколения в поколение. И то, что у нас уже выработан иммунитет на это, на всё. И поэтому мы должны чувствовать за собой ответственность на сто процентов. Никто не будет делать это за нас. Понимаете? И я верю в то, что за нами стоит как раз-таки очень большая сила. Я это чувствую. Я это чувствую интуитивно. У меня внутри вот здесь вибрирует сердце. А я своё сердце чувствую и слушаю всю свою жизнь. Что что-то происходит такое, что я на себе вижу большую ответственность, как человека, который должен переносить, передавать информацию. И если ко мне информация приходит, которая у меня вот здесь вот как нож вот так вот в сердце колет, значит, информация очень серьёзная. Поэтому я ещё раз прошу задуматься. У нас сейчас очень серьёзный идёт переходный момент. Я уже сториз сказала, ещё раз повторюсь, обязательно вы должны понимать, что сейчас идёт вообще в ближайшие вот эти 48 часов тоже очень такая хорошая, мощная волна вибраций, которая будет по сути нести очень серьёзную будущим последствия для нашей планеты. есть такой доктор Липтон, и у него есть такая книга «Биология веры» называется. И есть такой ещё один, вот сегодня оставила, и есть такой доктор Бутара, вот они сейчас сделали прямой эфир совместный, и они как раз говорят о том, что очень важно в ближайшие 48 часов в 11 вечера, где бы вы ни находились, в 11 утра, где бы вы ни находились, делать коллективные медитации, потому что сейчас эти вибрации будут покрывать нашу планету и подниматься, некий такой энергетический шифт происходит, и вы должны понимать, что вот это ваша осознанность, ваши мысли, ваши импульсы, и будут создавать то, что будет происходить. А сейчас, кстати, происходит очень серьёзное обнуление, и этот год очень важный, очень мощный, и поэтому если в этой осознанности мы будем находиться и будем делать то, что от нас зависит, как каждого человека, на каждых плечах лежит ровно одинаковое количество ответственности за всё, что происходит. Вот, насчёт того, что вакцинировать будут заставлять или не заставлять, я не знаю, ребят, я не знаю, я не работаю в этих структурах, но я знаю одно, что в России, я сейчас скажу такие серьёзные вещи, в России и знакомые рассказывают, что те, кто работает в госпиталях, им под просто очень серьёзным прессингом и давлением не разрешено говорить многие вещи по поводу того, от чего умирают люди, им навязывают, значит, что им навязывают, то, чтобы люди писали доктора о том, что умер от коронавируса, а чтобы умереть от коронавируса или нет, нужно провести такой анализ, который займёт немало времени, как они могут делать вывод. Кстати, недоговорила очень важную вещь, но сейчас я к ней вернусь, а также люди, которые приходят в больницу и у них там от инфаркта умирает дедушка, они говорят, типа, ну давайте запишем от коронавируса и предлагают им, даже так понимаю, деньги за это. Вот. Короче говоря, дальше, что ещё? теперь нужно наблюдать за каждым лидером разных стран, кто на что пойдёт, кто под что будет подписываться, здесь тоже будет очень видно. что там в Коране написано? Когда мы пчёлы перестанут делать мёд, наступит конец света, тоже написано, да, я об этом читала, также в Библии написано, да-да-да-да-да. Так что всё вот это как раз-таки и ведёт к тому, чтобы пчёлы этот мёд делать-то и перестали. Вот. Поэтому такс, так, самое главное сейчас, очень важный момент, очень важный момент, знаете, как? Сейчас я перезайти,